Друзья, давно не виделись? Всем привет! Это канал Диктатуры Закона, где мы рассказываем о ваших правах и не только. В чем сила? В правде. Ты фильм «Брат 2» любил? Нет. Когда правда за тобой, мне кажется, что ты сильнее всех. В этом видео, на примере одного из лучших банков нашей страны, мы раскроем самые популярные выдумки банков и коллекторов. Ну а по традиции, друзья, не забудьте подписаться на наш канал, поставить палец вверх. Для вас это пара секунд, а для нас мотивация для производства еще лучшего и качественного контента. Как вы уже поняли, банки и коллекторы используют в своей работе различные мифы и страшилки. Полностью данный кредит будет оплачивать ваш супруг вместе с родителями. Поэтому я хотела заранее вас уведомить. Данный разговор я отправлю сейчас в Верховному суду. И конкретно об этом в этом видео. Погнали! Друзья, мы решили показать вам реально разговор с заемщиком, который содержит целый букет нарушений. В этот разговор абсурда входит обман, угрозы, давление, признаки шантажа и вымогательства. Алло! Алло! Да! Здравствуйте! Я звоню в город Алматы... Меня зовут... Я являюсь старшим инспектором, я обречаюсь касательно вашего займа перед... Ага! Почему вы до сих пор не выплачиваете кредит в добровольном порядке? Ну, у меня такой суммы нету, которую сказали вы. В данное время банк с вас требует миллион. Миллион сейчас надо. Вы в добровольном порядке оплачиваете или в судебном порядке? Уже мне надо сегодня ваш материал надо оформлять. Добровольно или судебно? Если в судебном порядке оплачиваете, тогда вы возвращаете более пяти миллионов. Так, стоп! А задолжен составляет один миллион семьсот тысяч тенге, которые банк предлагает оплатить добровольно. В противном случае они подадут иск в суд и взыщут более пяти миллионов тенге. Друзья, а чего вы мелочитесь? Пригрозите взысканию в пятьдесят миллионов тенге. Ведь чем больше вы назовете, тем больше мы испугаемся. Все логично. Андрюха, коллектор, самый толерантный человек в мире. Ему вообще по барабану женщина, ребенок. Для него все равны. Он даже у матери телек забрал. Один миллион семьсот тысяч тенге до суда. Более пяти миллионов тенге после суда. К полумерам не привык. Друзья, как мы слышим, по разговору человек втирает, потому что думает, что это звучит красиво и страшно. На самом деле банк не торопится подавать иск в суд. Да, вы получите судебное решение, где будет написано, что вы должны определенную сумму денег. Но если по факту нет денег, то этот долг просто останется за вами висеть. Что не выгодно для банка. Поэтому, друзья, это обычная страшилка. И суд это то, что нужно вам, а не банку. Такой суммы нет. Тогда я оформляю ваш материал тогда, правильно, да? Получается так. Все хорошо. О, ***, кем приходите с вам? С сестренкой. С сестренкой? Просто у нее кредитная история хорошая. Если он подойдет в *** банк, оформляет на миллион, а добро... Друзья, запомните, коллектору запрещено оказывать давление, получать и просматривать персональную информацию на третьих лиц, которые не имеют никакого отношения к займу. Вы почему не попросите у нее? А вы почему не попросите у нее? А что за тон, дружище? А она что, обязана? А почему крокодил ходит лежа? Она сама в праве решать, кому ей обратиться и с какой просьбой. Я тоже так думаю. Дорогие друзья, коллекторы говорят, мол, если вы не будете платить кредит, то заставят платить ваших родственников. Это чистая ложь. Это самое большое заблуждение. Потому что все, что касается кредита, это относится только лично к вам. Даже на ваших ближайших родственников, мужа, на жену, детей, это вообще не распространяется. Это может распространяться, только если человек является поручителем по вашему кредиту. Причем поручителем. Это не значит, что вы оставили его номер телефона, когда оформляли кредит. А когда он именно оформлен по договору, как гарант, либо поручитель. Ну а в наше время такие кредиты большая редкость. Поэтому не переживайте, ваших родственников не заставят платить вместо вас. Ну а теперь внимание, друзья. Сейчас вы услышите такой диалог, который не выдержит вообще никакой критики. Поначалу я подумал, человек несет какой-то бред. Салимет, Свет. Здравствуйте. Вы ввиду запись разговора для судебной процедуры. На данный момент звоню по поводу вашей задолженности перед того к *** банкам. Так, ваше дело мне свои исполнители передали. Сейчас повестку отправим вам в суд. По статье 44 закон о семье и браке полностью несет ответственность ваш супруг в том числе. По месту работы в военную часть мы отправляем судебную повестку. 100% счета закрываются. Если вы на данный момент не плативоспособны, полностью данный кредит будет оплачивать ваш супруг вместе с родителями. Или я в своей жизни еще не встретил такого человека, который может переоформить мой кредит на третье лицо. Поэтому я хотела заранее вас уведомить данный разговор. Я отправлюсь сейчас в Верховному суду. Поэтому мне точно ответить, пожалуйста, ввиду запись разговора для судебной процедуры. Ошибка первая. Я веду разговор для судебной процедуры. До судебного порядка урегулировать будете или мне решать сразу все делать с леком разговаривать? Кто решает данную проблему? Решаю я. *** или решает? Решаю я. Вы не решаете на данный момент. Вы с коллекторами не пришли к договоренности. Поэтому пока мы не приняли меры, мы должны решить проблему и сказать нам точный ответ. Я сейчас молчу про то, что нужно было хотя бы сказать, откуда совершается звонок. Банк это или коллектор? Нужно было хотя бы назвать реестр. Вот как простому человеку отличить, кто звонит? Коллектор, банк или мошенник? По факту, друзья, эти телефонные разговоры нужны только самим банком. Они записывают их в целях контроля качества своих же сотрудников. Но никак не для суда. То есть, как вы себе представляете, судебный процесс, там что, будут сидеть адвокаты, юристы, суд, принесут аудиозапись в суд и такие включат. Вот смотрите, он оказывается отказывался от общения с банком. Я считаю, друзья, что это действительно глупо, уровень какого-то детского сада. Пока не отправила никакую повестку в суд, потому что сюда... Хотела сперва с ним переговорить, уведомить о том, что если... Я просто знаю их работу в военной части, если судебная повестка придет, это уже помешает его работе. Поэтому заранее вас уведомляю, сейчас должна буду... Об этом. Ваше дело мне, что исполнители передали... Ошибка вторая. Ваше дело мне передали судебные исполнители. Друзья, запомните очень важную вещь. Судебные исполнители работают только на основании судебного решения, которое вступило в законную силу и возвращает его после стопроцентного исполнения. Так как по статье 44 закон о семье и браке вы являетесь на данный момент неплодилоспособным, не сможете решить требования банка, выполнять вы не можете, поэтому как ваш официальный супруг лек берет на себя обязательства. Ну, не имеете права же брать же обязательность. Потому что же я... В данном случае банковского займа в 13 пункте указано статья 44, пункт 2, закон о семье и браке. В случае того, если вы заемщик, не платевоспособный, на данный момент вы не можете решить данную проблему, требования банка выполнить не можете, тогда автоматом данный договор передается либо супругу, либо родителям. На данный момент у вас есть официальный супруг, который работает, поэтому мы данный договор можем полностью перенаправить лек. Во-первых, статья 44 работает при разделе имущества супругов. Соответственно, иск можно подать в соответствии со статьей 44 кодекса о браке и семье только супругу, либо супруге. Просто он на данный момент хорошо работает, зарабатывает. По месту работы мы можем автоматом сейчас отправить в судебную повестку и счета 100% закрыть. Но я этого еще не сделала, потому что я знаю, что вы на данный момент потом начнете звонить, уведомлять, что вот собиралась, я оплачиваю, или еще что-то. Поэтому данный разговор записываю с уведомлением. Мне данную повестку отправлять или вы решите проблему в досудебном порядке. По итогу, Верховный суд не ждет вашего высокоинтеллектуального разговора. Супруг может жить спокойно. Он не является поручителем и брать на себя какие-то псевдообязательства не обязан. Более того, мы полагаем, что налицо факт нарушения неприкосновенности частной жизни и нарушения законодательства о персональных данных и их защите. Хотелось бы обратиться к таким организациям и указать, что вот с таким вот успехом вы скоро подведете людей под статью у которых незаконно получаете эту информацию. Но хотелось бы остановиться на еще одной пугалке, которая звучит так. Если вы не будете платить кредит, то вас привлекут к уголовной ответственности по статье мошенничества. И они логично это преподносят, поскольку вы взяли деньги и вы их не отдаете. Значит, вы мошенник. Но нет, друзья. Во-первых, все, что касается кредитов, это гражданские дела. То есть к уголовным делам они не имеют никакого отношения. И ваша неоплата это всего лишь разногласия по кредитному договору и они разрешаются в обычном гражданском суде. Но возврат банковского займа это всего лишь вопрос времени, поскольку обязательства должны исполняться и чтобы не состоять в реестре должников, долг вы должны будете погасить. Друзья, банк заинтересован лишь в возврате денежных средств. И их не интересует вашей проблемой. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Обязательно пишите в комментариях, какую вы слышали ерунду от коллекторов и банка. И помните, народ, для того, чтобы жить спокойно, комфортно и уверенно, вы должны быть юридически подкованы и знать и разбираться, где правда, а где ложь. Всем огромной удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok